www.mixnews.lv Мультимедийный информационный портал А в гостях у нас сегодня президент Латвийской Республики Андрис Берзинш Здравствуйте Господин Берзинш, давайте начнем с самого актуального Буквально на днях стало известно, что судя по всему не удается депутатам собрать 34 подписи для того, чтобы начать процедуру референдума о так называемом законе Точнее говоря, не так называемом, а о законе о введении в Латвии евро Причем, как свидетельствует информация из кулуаров или слухи, можно сказать, политически Говорили о том, что политики отказались подписываться под этой просьбой, потому что были уверены, что вы не дадите ход процедуре Вы все-таки как, за вступление в Латвию еврозону в 2014 году или все-таки лучше повременить? Я, конечно, за, исходя из теперешней ситуации Я пока никто не предлагал что-то более серьезное или стабильное, зато я за их Но я не думаю, что это была основная причина, почему-то, что я там за Наверное, все-таки парламент общий, партии, парламент позиции, оппозиции Имеет, в принципе, все-таки четкое мнение, что этот шаг правильный Вступление в еврозону в 2014 году? Да, да Но ведь не все депутаты голосовали за закон о введении евро Допустим, та же оппозиция голосовала против Не, ну, всегда, я понимаю, оппозиции, но это роль все-таки оппозиции Заставить оппозиции больше думать и приложить усилия, чтобы убедить все-таки большинство Хорошо, но если бы 34 депутата принесли вам свои подписи и попросили бы инициировать процедуру референдума об этом законе, вы бы что делали? Ну, если это случилось или случится, я буду, конечно, смотреть на это и переговорить с ними И смотреть, как по закону, соответственно, закону я буду действовать, конечно Но до сих пор не консультировали с юристами по поводу того, могут ли вообще, в принципе, 34 депутата инициировать этот референдум? Потому что тут, опять же, мнения расходятся То ли 34, то ли 51, то ли законен нас референдум о евро, то ли незаконен Вот вы к чему склоняетесь, учитывая советы ваших советников? Нет, я считаю, что все-таки нам пока есть время эту ситуацию оценивать многосторонне Наверное, плохо то, что мы поздно начали это делать Надо было раньше, чтобы люди больше поняли, о чем речь Это вопрос очень тяжелый Мое понятие еще в основах, как это принимает все-таки наша бизнесная среда Большинство из них все-таки позитивно Все, что благо создает бизнес И вся поддержка для социального Ну, для всех остальных, все приходят в бизнес Если бизнес, то хорошо То в основном и стране хорошо Хорошо, но на ваш взгляд, чем можно объяснить тот факт, что абсолютно большинство жителей Латвии К введению евро относятся негативно, во всяком случае, на данный момент? Я думаю, вопрос как раз о том, что этот вопрос недостаточно разъяснен И этот вопрос очень-очень сложный Тем более, не так уж давно этот опыт многим был очень негативный Советский рубль, латвийский рубль, латвийский рубль, там при этом переходе все-таки многие оказались в довольно тяжелой ситуации Эти вспоминания еще живы И если самый хороший референдум был бы, наверное, для нашего бизнеса Какой там результат? Конечно, есть некоторые, которые не видят прямого интереса или выгоды Ну, смотря так, ну, по большим группам, включая малые предприятия, все-таки они много теряют на эти все обменные операции Конвертации тогда? Да, 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 конвертации Я имел встречу, ну, с разными группами IOWX, которые представляют малые предприятия Ее мнение, что многие все-таки небольшие предприятия Ну, расходы около 10 тысяч латов за год на все эти С валютами там покупать Изделия, продавать, выплачивать зарплату И если добавить прибыль маленького предприятия То все-таки довольно большой, ну, большая помощь для их будущего И это надо было, наверное, этим вопросом надо было обратить более внимание Посчитать не эмоционально, а посмотреть более практически Но это, к сожалению, не сделано И тогда каждый по своим чувствам, исходя из персональной ситуации Но, учитывая, что люди относятся к ведению Евро, исходя, как Вы говорите, своей личной ситуации Стоило бы проводить все-таки референдум на эту тему? Или этот вопрос должны решать правительство или Европа? Если такая инициатива будет, тогда и будет референдум Если будет, ну, согласно нашим законодательствам Все будет соответствовать, нет вариантов Но пока эти отдельные группы, они тоже, как все общества Нет такого, это больше, я бы сказал, это больше неясность, что от этого будет Чем все-таки любое изменение для любого человека Очень, ну, создает такую, ну, сдержанность, как минимум Я так это понимаю, что если можно не менять люди, стараются все-таки стабильность Консерватизм Это, ну, одна из основ жизни Хорошо, но Вы говорили о том, что люди помнят о денежных реформах, которые были в советское время Которые были, когда Латвия обрела независимость И у них негативный опыт Вот где гарантия того, что при переходе на Евро не повторятся какие-то, скажем, негативные черты Тех вот предыдущих денежных реформ Нет, ну, нет, ну, хоть смотря на это, но в пропорции обмена Все-таки там зафиксировано в наших договорах с Евросоюзом и Еврозоной Что обменная пропорция, изменение этой обменной пропорции в руках страны, которая заинтересована внедрить Евро Я там не вижу пока проблемы, что при нашем позитивном развитии не было никакого основания менять этой пропорции В принципе, если обмен бесплатно, то в утро того дня, если это будет введено, там никаких изменений в кармане не будет То есть люди не пострадают, рядовые обыватели Нормально люди не пострадают Я все-таки уверен в том, что это будет больше стабильности для наших предпринимателей работать в этом открытом мире И все эти наши интересы быть все-таки региональным финансовым центром Банковская система создана мощностью намного больше, чем нужды внутри страны Чтобы они успешно могли действовать, им нужна какая-то большая валюта Чтобы они могли эту роль использовать в полную силу Я вижу там намного больше позитивных, в принципе, в основном позитивные, негативные То, что нет, этот вопрос не рассмотрен до конца Хорошо, но ведь и оппозиция, в принципе, у нас сейчас не спорят с тем, что когда-нибудь Евро ввести надо Потому что это долгосрочное развитие, стабильность в будущем и так далее и так далее Споры ведутся в основном вокруг года, когда вводить Или в 2014, или нам все-таки стоит подождать, пока ситуация в Евросоюзе и в Еврозоне совсем уж нормализуется Когда будут решены окончательно проблемы Греции, Португалии, Испании, Италии и так далее и так далее Вот у вас не вызывает опасение, что если мы вступим сейчас, в 2014 году То, возможно, нам придется платить за грехи Греции и других ее южных соседей Может быть, все-таки лучше подождать? Конечно, можно так поставить Ну, мы, особенно сегодняшний день, когда мы ожидаем там И очень активно действуем, чтобы получить больше с этого фонда солидарности Который, ну, все-все вместе Там миллиардные суммы Ясно, если мы что-то получаем, мы должны какое-то будущее отдавать тоже Это ясно, не бывает так, что только получать Там, так можно И это будет всегда Никогда не будет уже такой стабильности Такой четкой, как было до сих пор Это тоже надо Система открытая Бизнес все-таки глобальный Стран и так подействовать четко не может Если мы хочем все-таки удержаться в этом мире Нам приходится с этим правилом считаться Я не вижу никакого другого пути Хорошо, евроскептики говорят о том, что Латвия, вступая в еврозону Отказывается от символа своего суверенитета И Лат как раз таким символом и является Вот как вы смотрите на эту ситуацию Мы теряем независимость? Нет, я считаю, как раз мы должны сделать все, чтобы наша жизнь шла в позитивном направлении Чтобы люди жили лучше Как символ никому не мешает Какие-то количество монет Или что кому интересно держать дома И символ будет Но от символов нам нужно реальное развитие Я так смотрю Вы упомянули банковскую систему Которая у нас создана и успешно функционирует И в принципе все сделано для того, чтобы мы стали региональным финансовым центром Тем не менее, в последнее время часто слышим о нарекании И со стороны МВФ, и со стороны Европы Относительно растущего количества вкладов нерезидентов в наши банки В частности, говорят о россиянах Что это якобы создает какие-то риски и так далее А вы, как бывший банкир, как смотрите на эту ситуацию? Создают нам все-таки российские вклады какие-то дополнительные риски? Я принципиально не согласен с такой постановкой Что это создается какие-то риски Если мы хотим жить как закрытая система Ну мы исчезнем, это невозможно Я думаю, это топит, накоплен И это тоже не соответствует Какой-то во время кризиса Был какой-то спад этих вложений Ну, со всех стран, не только Россия Ну, наших этих восточных стран Сейчас, в принципе, достигло Такого баланса, который был похож на прикризис Конечно, объем чуточку больше Общих банковских активов Вместе Я не вижу там Я как раз вижу Силу Латвии Действовать в этом направлении Конечно, используют такие Нормальные методы Латвии Все таки По По Ну В Латвии банковской системе Намного открыта И Прозрачная Нашел я правильное слово По 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 Многим Остальными Странами Зато Такие Нарекания Я думаю Не Не Месте И Я все так Уверен Что Эта система Контроля Идет Перед В Сторон Улучшения И Это Одна Из наших Богатства И Наших Сильных Пунктов Где Мы Пойдем Перед Хорошо Если вы не опасаетесь Российских Вкладов В латвийских Банков То почему На ваш взгляд Их опасается МВФ И Появилось В принципе В ряде Ведущих Мировых СМИ Ряд Публикаций Относительно Того Какие у нас Банки И сколько Там Российских Денег И как Это может Быть Опасно Вот Откуда Такая Волна Критики Не Все время Это был Один из Таких Острых Вопросов Деньги Такого Рода Но Я не Вижу Там Оснований Таким Там Больше Вопрос Куда Они Вложены Как Мы Готовы Поддерживать Стабильность Отдавать Обратно Когда Нужно Насчет Ликвидности Там Вопрос Ну Не Российские Деньги Вас Не пугают Сейчас Конечно Не пугают И там Это Наверное Там Такие Мит Митологические Подходят Что Эти Российские Деньги Деньги Ну 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 С Многих Стран Я Конечно Не знаю Точные Расклады Это Наверное Не так уж Просто Сказать Откуда Эти Деньги Но То Что Латвия Действует По всем Законам И Хорошо Исполняет Все Требования Мировые Этому Планетам Уверен Полностью То Не считаете Либо Что Латвия И Может Быть Запад В какой-то Степени Пользуются Стереотипами Живут Стереотипами В отношении России И стран Вот скажем Так Востока Ну Конечно Ну В каждом Своё понятие Исходя Из этого Опыта Я С моим Офитом Банковским Я не вижу Там Опасений И Будущем Теперь И Будущем Это Наше Будущее Если Мы В Этой Мировой Финансовой Системы Включены Мы Хочем Развивать Свою Жизнь Нам Ну Нам Надо Этот Опыт Укреплять И Главное Действовать Всё-таки Ну Так Что Ну Латвия И Включая Этой Финансовой Всё-таки Была Была Надёжным Партнёром Бизнесным Этот вопрос Основа Хорошо У вас Может быть Не пугают И не вызывают Опасения Российские Деньги А как Насчёт Возможных Связей Скажем Так Российских Денег С Теми Процессами Которые У нас Происходят На политической Арене Потому Что Допустим Те же Спецслужбы Латвийские Не раз Говорили о том Что Возможно Россияне Или даже Кремль Или я не знаю Кто именно Из российских Политиков Финансировали К примеру Так называемый Языковой Референдум Вот Разделяются Такие Опасения Нет Я не Разделяю Я Не вижу Соседней Страны Как враги А как Соседи Но На ваш взгляд Россия Имеет амбиции И влияет На внутрополитические Процессы В Латвии Я все-таки Уверен И это Зависит От обоих Это все-таки Двухсторонние Отношения Я все-таки Сторонник Того Что Ну Открыто И Как Как Соседи А не Как Тот Или тот Я не вижу Оснований Таким Ну Такой Постановки Опасности Латвия Все Сделала Чтобы Она Была Стабильным Член Евросоюза Член НАТО Чтобы Была И Если Мы Будем И И Мы В этом Направлении Все-таки Кладывали Энергию И Деньги Тоже И Значит Мы Создали Своё Положение Не Хуже Чем Любая Остальная Страна И Если Мы Тогда Будем Действовать Делить Так Ну Тогда Не Был Нам Смысла Идти В Такое Направление Сейчас Прервемся На новости Рекламу Потом Обязательно Вернемся Президент Латвийской Республики Андрис Берзиндж Гость Нашей Студии Сегодня Не Переключайте На Болткоме Разворот Разворот Мы продолжаем Программу Разворот В студии Оксана Антоненко И Вадим Родионов Помогает нам звукорежиссер Евгений Копейнов В гостях у нас сегодня Президент Латвийской Республики Андрис Берзиндж Еще раз Здравствуйте Здравствуйте Мы затронули тему России Вот в этом контексте Наш радиослушатель По каналам Видеочата Интересуется Какую бы Вы могли дать Оценку Двухобщинности В Латвии И разделяете ли Точку зрения Что в Латвии Существует Двухобщинное общество Не ну Это всегда Будет спорно Ну С моего Персонального Опыта Я так смотрел Назад в моей жизни В разных моментах Когда ты Здесь не в Латвии А где-то За рубежом Вместе Какой-то группой Там Там С Латвией Там уже нет деления Кто По национальности И В какой-то мере Такое разделение По языку По Религии Всегда Было И будет И это Кругом Во всем мире Ну Основа Все таки В том Что Это все Месте Складываем И идем Все так Перед жизни И нормально Идем Зато Мне такая Постановка Кажется Довольно Такая Искусственная Что Найти Проблему Где Мы Мы Имеем Достаточно Много Проблем Общих И Это Надо было Решать А не Стараться Найти Здесь Какие-то Пусть Там Научные Работники Этим Занимаются Но Реально Жизни Такого Деления Нет И мы Это Видим Ну Мы Уже Переговорили Это Насчет Внедрения Евро Что Парламент Случилось Там Все Так Общее Мнение Идет Одном Направлении Это Важно Да Но В своем Докладе О Национальной Безопасности Премьер-министр Латвии Господин Домбровскис Указал В частности На то Что Недостаточная Интеграция Тоже Является Частью Груз Нацбезопасности Вот С этим Не Согласны Не Ну То Что Это Тогда Вопрос Что Мы Понимаем Под Интеграцией Это Всегда Спорный Что Все Говорят На Однем Языке Или Идет Одна Церковь Это Основа Все Так Снова Есть У нас Есть Общая Цель Жить Лучше Как Мы Действуем Между Собой В таком Направлении Все Так Там Мы Действуем Как Единое Целое Идем Перед Домбровскиц Говорил В том числе О так Называемом Языковом Референтами Вот На ваш Взгляд Он Все Так Разделил Общество Оставил Какой-то Такой Глубокий След Или В принципе Проехали И забыли Конечно Там Нет Ну Позитивно Было То Что В Латвии Будет Латвийский Язык Основа Это Позитивно То Что Там Эти Ну Разные Были Попитки Там Создать Какой-то Кризис Это Не Конечно Не 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 Позитивно Но Я думаю Это уже Все так Стало На месте И нет Так На Таких Это уже Тоже Ушло И все Поняли Что Основа Правильная Идем Период Я Я Хорошо Понимаю В душе Если Мне Где-то Пришлось Голосовать Я За Свой Латышский Язык Или Нет Я Всегда Б Голосовал За Латышский Потому Что Он Родной Да Он Родной Это Чисто Человеческое Это Ничего Там Нет Страшного Это Не Значит Что Это Не Признано Латышский Язык Здесь Латвии Но Вы Не Согласны С теми Оценками Которые Прозвучали После Референдума А то Что Эти 287 Тысяч Человек Которые Подписались За Русский Язык Являются Нелояльными Нет Я Этим Абсолютно Не Согласен Это Так Лояльность Не мерится Лояльность Реальных Действиях Чтобы Латвия Была Месте Шла Перед Это Всегда Было И Будет Разных Временах Были Разные Пропорции Если До Второй Мировой Войны Немецкий Язык Был Выше Ну Что Это Не Лояльность Но Эти люди Здесь Были Лояльны Тот Кто Здесь И Делает Хорошие Дела Чтобы Страна Развивалась А не То Что По Таким Признакам Делить Лояльность Это Нереально Вот В этой связи Часто Говорят О том Что Может Не Совсем Лояльны Люди Которые Уезжают Из Латвии Ради Пособий Зарплат И так Далее Гастарбат Или Опять Для Того Чтобы Прокормить Семью Вы Как Считаете Тут Можно Говорить Об Отсутствии Лояльности Это Вопрос Более Тяжелый И Очень Такой Очень Серьезный Я Смотря Как Странный Но Не зря Я На следующей Неделе Поеду Иры Там Встречаться Там Все таки Президент Иры Как раз Этим Эмиграция Поставил Образование Эмиграции Два Вопроса Для Иры Для Будущего И Нет Ответа Во первых Нет Ответа Почему Европе Такой Кризис И Как Какой Выход Из этого Кризиса Нет Ответов И Скажем Португалии Как сейчас Я стараюсь Понять Как Эти Других Странах Они Говорят Уже Реколонизации Что Португалия Ну Скажем Мозамбик Била Колония Сейчас Новые Португалии Люди С Португалии С образованием Едут Туда Мозамбик Работать Там За Эти Бивших Ну Обменялись Ролями Принцип Мир Меняется Мое Понятие Что Люди Зато Мир Открытый Зато Мы Ступили Евросоюз Где Мобильность Это Одно Из Признаков И Если Мы Будем Говорить Что Эти Люди Что Неправильно Сделали Они Ищут Пути Своей Жизни Жизнь Латвии Дала Такую Возможность И Каждый Выбирает Конечно Роль Государства Помочь Им Чтобы Они Жили Лучше И Если Мы Говорим Снова Насчет Этого Как Насчет Евро Мирового Бизнеса Бизнес Невозможен Если Нет Реальных Представителей Ну В странах Где Экспорт Зато Какой-то Мир Эта Эмиграция Только Может Способствовать Хорошее Развитие Латвии То есть Вы не Считаете Эту Массовую Эмиграцию Какую-то Трагедию Национальную Нет Не Считаю Уже Это Повторная В конце 19 В начале 20 Века Была Похожая Ситуация Латыши Стали Ехать Набрались Опыта Образования Контактов И вернулись И создалось Латвическое Государство Почему бы Это Не Продолжить Это Наверное Вопрос Который Все-таки Надо Смотреть Глубже Если Ну Хоть Это Латвия Если Мы Ставим Производительность Как Высшую Цель Чтобы Люди Жили Лучше Любая Любой Миллион Инвестиций Снижает Нужды Для Рабочей Силы Где Этот Баланс Сколько Мы Сможем Здесь Латвии Создать С С Существующим Методом Это Это Ну Исходя Чисто Человеческого Уровня Все-таки Роль Государства Помочь Чтобы Люди Жили Лучше Если Мы Смотрим Как Это Действует Прирост То Ну Можем Трзнец Торговля Розничной Розничной Торговли Самый Высокий По Евросоюз 12% По Латвии Что У нас Реально Ну Деньги Здесь Не создано 12% Прирост Это Не создано Где-то В другом Месте Там Все-таки Влияют Эти Деньги Которые Заработаны Где-то За границей Прислены Сюда Эти Все Процессы Так Сказать Это Плохо Это Хорошо Этот Враг Этот Ну Наш Это Нам Становится Ну Все Открыто Нет Таких Рубежей Нет Нет Четких Рубежей Откуда Мирять Там Надо Приспосабливаться Там И сила Сильных Людей Сильных Стран Давайте Примем Звонок У нас Рассказ Телефонная Линия Здравствуйте В эфире Говорите Пожалуйста Здравствуйте Господин Президент Сейчас Пригласили Домровского Санкт-Петербург Значит Медведев Лично Вы поддерживаете Это Можете На него Повлиять А то он Может Как-то Так Уклониться Спасибо Да Я в курсе И мы Переговорили Это И уже Намечаем Такие Большие Вопросы Которые Должны Быть Подняты И обсуждены Для Для будущего Я Я вижу Это Очень Позитивно И Мы Уже Так Набросили Эти Основные Вопросы Ну Скажем Один Есть Такое Что Латвия Заинтересован Все Так Развитие Транзита Не только С нашими Соседями Ну Дальше Центральную Азию И Китай И мы Собираемся Все так Использовать Европейские Деньги Вложить В нашу Железную Дорогу И вопрос Как Особенно Московское Направление Как будет Россия Развиваться Это Чисто Будет Там Практические Вопросы Которые Должны Быть Обсуждены На Высшем Уровне Это Очень Позитивно И Нужно А вот В контексте Визитов Возможен Ли на ваш Взгляд В каком-то Обозримом Будущем Визит Допустим Путина В Латвию А почему Би нет Ну Российская сторона На ваш взгляд Готова Не Не Ну Приглашение С латвийской Стороны В силу И Все таки Развитие Этих Экономических Связей Как раз Это Хорошая База Ну Если Мы Собираемся Так Обсуждать Что-то Прошлое Нам Надо Смотреть В периоды Вопросы Больше Ну Хоть этот Очень Очень Важный По развитию Железной Дороги Мы Все таки Только Один Небольшой Кусочек Но Интерес Растет Со всех Сторон Это Использовать Нам Надо Общий Ну Общий Язык Это Давайте Примем Еще Один Звонок Здравствуйте Вы В эфире Говорите Добрый День Господин Президент Когда Осуществлялся Переход От Советского Рубля К Латвийскому Рублю Так Называем Репшиком В Латвии Создавались Рождались Миллионные Состояния Сейчас Лат Будет Переведен В Евро И Вот Эта Разница Между Латом Евро Естественно Будет Покрыта Деньгами Чьим То Трудом И Прежде Всего Трудом И Возможностями Среднего Бизнеса И Средний Бизнес Уже Шлет Сигнал И Сос Как Говорится Спасите Их Но Почему Руководство Не Хочет Прислушаться Спасибо Спасибо Ну Немножко Не Так Это Переход С Лата На Евро Там Не Создает Никаких Издержек Конечно Этот Весь Процесс И Многим Предприятиям Все Переорганизовать Это Какие-то Издержки Есть И Само собой Будет Но Это Будет Очень Короткое Время И Это Делается И Обсуждается И Правительство Есть Планы Тоже Как Помочь Тем Ну Который Больше Ну Влияние Какой-то Период Будет Сильное Это Я бы Не Согласил С Тем Что Это Не Обсуждается И Бизнес И Организации Тоже Я знаю Как Промышленная Торговая Палата Работает С этим Вопросом Чтобы Выяснить Где Есть Пункты Где Надо Реально Нужно Помочь Еще Один Звонок Пример Президент Латвии В гостях У нас Сегодня Здравствуйте Вы В эфире Говорите Добрый день Говорите Пожалуйста Добрый 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 Говорит Президент Такой вопрос Если Вы ждали Такую Священную Корову Латвийской Государственности Как Лат Пора ли Закончить Салфийской Армией Как Коррупционная Схема Такой Огромной Она же Реально Не нужна Латвийскому Государству Спасибо Вопрос Зачем Латвии Нужна Армия И от кого Собираемся Защищаться И зачем 2% ОВП Тратит На Армию Нет Ну Насчет Затрат Это Всегда Будет Вопрос Много Или Мало Но Насчет Армии Если Мы Выбрали Я думаю Мы все так Выбрали Путь Довольно Хороший Что Это Армия Профессиональная Все так Это Дает Уверенность Что Это Небольшое Количество Людей Понимает Реально Ситуацию Мира И Как вы Сами Видите Наша Основная Задача Участвовать В разных Горячих Точках Мира И я Уверен В том Что Это Это Работа Очень Необходима Ну Нет Таких Предпосылков Что Мир Будет Кругом Все время Спокойно И Такая Сила Все так Помогает Держать Рамок Многих Таких Экстремистов Которые Считают Что Путь изменения Только Через Ну Недемократическими Методами Там Это Не Армия Для Для Внутренних Нужд Не Не Ну Конечно Для Внутренних Нужд Тоже Если Надо Какая Реальная Помощь Там Какая Сила Есть Ну Мир Пока Не Все Понимают Что С Переговором Надо Решать Вопросы Ну Зато Есть Такая Необходимость Хорошо Ваша Инициатива По примирению Ветеранов Воевавших Во время Второй Мировой Войны По разные Стороны Фронта Как она Продвигается Как сами Оцениваются Результаты Нет Ну Я думаю Во первых Эти люди Все таки С кем Я вместе Жил И работал Я их Принимаю Как нормальных Реальных Людей И Переговоря Со всеми Этими У них Есть Одна Общая Черта Что Многие От них Все так Нуждают Помощь Чтобы они Могли жить Как нормальные Люди И Такой Мой Интерес В том Что Их не Делить Что они Такие Но дать Всем Возможность Чувствовать Как нормальным Людям И Этот Процесс Начат И я думаю Что Я не вижу Ничего Там Такого Плохого И Я не думаю Что Есть смысл Там Их Делить Кто И Что В принципе Они все Старые Люди Самый Молодой Уже 86 Лет Будем Исходить Из этого Там Нет Никакой Политики Мне Мне Больше Я Больше Опасаюсь Того Что Некоторые Небольшие Группы Хочут Перенять Это Как Эстафету И Нести Перед Как Противостоящая Противостоящая Сила Я Так Вижу А что Вы за Группа Людей Имейте Ввиду Что Что За Группа Людей Имейте Ввиду Которые Перенимаются Хорошо Знаете Там Уже Появилось Новое Поколение Сзади Почти Всем Но Встречаюсь С этими Разными Я Я Я Я С ними Не Ну Там Мне Там Тоже Были Знакомые Где Мы Месте Работали Они Реально Нуждают Человеческой Помощи Ничего Больше И Чтобы Они Их Были Ну С ними Говорили Как Людьми А не Как Ну Каким-то Противостоящим Силам Это время Прошло Нам Надо Ити Перед Вы Готовы Подойти 9 мая К памятнику Освободителям Чисто Теоретически Не Ну До Этого Еще Есть Ремень И Мой Интерес Все Так И Видеть Их Все Вместе И Это Идет Перед Раз уже Заговорили Об истории Второй мировой войне Сейчас в Европе Высказываются опасения Относительно Роста влияния Право-радикальных Политических Организаций Чувствуете ли вы Такую опасность В Европе И наблюдаете ли вы Такую тенденцию У Латвии Были даже мнения Что они сильны Как никогда Со времен Второй мировой Войны Не Ну Это Отражение Экономической Ситуации Там Надо Искать Решения Чтобы Людям Дать Нормальную Жизнь То что Мы уже Говорили Что Нужны Новые Решения И всегда Такая Тенденция Всегда Была И как Ситуация Становится Тяжелее Они Понимаются Ну Не Всегда Опасал То что Появляются Люди Которые Говорят Ну Которые Чувствуют Миссии Что они Будут Кого-то Спасать Да Ну Это Мне Больше Всего Волнует И все Таки Эти все Разговоры Что один Нужен Один Сильник Который Всех Направлял Где-то Правильный Путь Показывал Ну Все-таки Путь Период Говорить Месте И смотря На будущее Искать Лучшие Варианты Как вместе Идти Я так Это Вижу Но В Латвии Видите Рост Какого-то Радикализма Не Ну Я думаю Это Ситуация Приближается Выбор Снова Какие-то Группы Ну Стараются Занимать Позиции Существующих Партий Ну Я думаю Все-таки Это Консолидация Шагом За шагом Идет Перед И Мы Двигаемся Все-таки Более Демократическими Путями Ну В наших Партиях Будет В качестве В качестве Расчетной Единицы Лат Или Евро Но Диалога Между властью Не получается Такое ощущение Что мы Сидим За карточным Столом И играем В покер Значит У правительства Есть какие-то Свои козыри О которых Она Очень Невнятно Значит Говорит Населению А население Боится И думает На два шага Вперед Понимаете К сожалению И о том Что говорят Что будет хорошо И только позитив Понимаете После позитива Всегда бывают Серьезные Кризисные моменты Которыми Которыми Значит Будут болеть Все страны Европы А весовые категории Совершенно разные Если сравнить Экономику Германии Как слона То мы Я не знаю Или козявка Или мышь какая-то А лекарства После вступления В зону евро Будут для всех Одинаковые Вот о чем Больше всего Мы беспокоимся Спасибо За вашу точку зрения Времени К сожалению Очень мало осталось Зачитаю один вопрос Который мы получили Из видеочата Он достаточно откровенен В чем-то даже эмоционален Но мы его Тем не менее Озвучим Господин президент Не хотели бы Вы собраться духом И сказать народу правду И стать героем Латвии Рассказать народу Что 20 лет Власти стояли Предатели латышей Это цитата Что загублено Самое главное Это сельское хозяйство Людей выгнали С их земли Отобрали все Что у них было Народ отдает долги Которые набрали Националисты И так далее Вот во-первых Вы согласны С такой оценкой Которая имеет место быть Сложно это скрывать О том что У власти стояли Не те люди На протяжении 20 лет Или это нормально Вот как вы Это видите Я все так На это все Развитие Смотрю Позитивно Все таки За эти 22 года Создали Сусловие Для тех Кто желает Быть свободным И независимым Он может действовать Тогда Такой вопрос Скажем Я прослушал Лекции Авенса Насчет развития России Там тоже самое Что там есть Что 80 Больше 80% Считают Что вся Приватизация Все было Неправильно Что это был Криминал Но вопрос Тогда Ну какой Другой вариант Что все Начали Этот процесс Все были Бедные Скажем так Если кто-то Был Более Активным Хорошо Можно Насчет Пример Латвии Если мы Приняли Этот германский Пример Почему Германия Пошла Восточную Там Был Все Так В связи Был Капитал Который Мы Могли Сложить Они Германии Просто Подвинулся И С большими Все Так Издержками Для Западной Германии У нас Все Начали С нуля Возможность Были Конечно Можно Было Поставить Кому Нет денег Тому Ничего Не давать Пусть Приходит Кто-то Ну я не знаю Откуда Из Америки Ну не важно Да Это было Лучше Ну Это Вопрос Эволюции Нет Этот вопрос Все таки Эта ситуация Была Такая Ну Неординарная Где Не было Конкретных Ответов И Люди Которые Были Более Активные Тогда Сейчас Ну На меня Требуют Надо Там Менять Министров Или Что-то Все Мы Месте Сайм Выбрали Этот Результат Общей Работы А не Кого-то Ну То же Самое Первоначальное То же Самое Были Выборы Верховного Совета Потом Саймы И На этой Базе Создавалось Ну Жизнь Идет Перед Все таки Эти Основы Которые Для Большинства Важны Что Есть Выбор И Выбор Есть Тоже Ну Хоть Уехать В какую-то Другую Страну Это Тоже Выбор И Это Свобода Все таки Или Свобода Действовать Здесь Можно Так Ну Нет Тогда Можно Все К религии Что Есть Один Бог И То Направление Хоть Плавать Зимой Да Уголы Ну Все Пойдет Тогда Это Это Очень Сложный Процесс И Все Эти Разговоры Тоже Что Там Какая-то Модель Сингапурская Скажем Лучше Да Но Забывает Там Все таки Это Понятие Демократии Совсем Другое Это Так Далеко От Нашего Понятия Что Вряд ли Если Мы Это Заведем Что Кому-то Понравится Это Довольно Так И Может Быть Все Будет Ну Снова С куском хлеба И Небольшой Квартиры Все Может быть Но Будет Довольно Или Нет Что Это Кругом Всех Странах Я Думаю Латвия Не И Смотря На Наши Места Хотелось Затронуть Еще Вторую Часть Вопроса Которую Задал Наш Слушатель Видеочать Вот Это Связь Этнической Принадлежности И Скажем Так Право Управлять Государством Тоже Весьма Распространенное Мнение И Распространенный Повод Для Недовольства В связи С этим Наш Взгляд Все таки Центр Согласия Стоит Брать В Правительство Стоит Брать Стоит Брать В Коалицию В Правительство Центр Согласия Или После Изакового Референдума Вот Этот Наболевший Вопрос О том Русские Власти Или Не Надо Их Туда Запускать Все таки Стоит Отложить Это Руках Не Только Это Все таки Процесс Переговоров Это Процесс Демократии Как Как Договорятся Да Общество Готово К тому Чтобы Центр Согласия То есть Ну Так Называемая Условно Говоря Русская Партия Была В Коалиции Не Ну Выбор Покажет Как Как Будет Результат Я Думаю Сейчас Уже Латвия В таком Плане Намного Хорошем Ситуации Что Есть Достаточно Лидей Которые Себя Показали Ну Пусть Выбирает Те Кто Сильнее Там и Будет Ответ Ну Что На Этой Позитивной Ноте Мы Сегодня Закончим Разворот Напомним Что У нас Гостяк Президент Латвийской Республики Андрис Берн Спасибо Вам Большое За Это Интервью И Спасибо Что Пришли К нам Сегодня Эфир Провели Оксана Антоненко И Вадим Родионов А помогал Назвукорежиссер Евгений Копеин Всего Доброго И До До свидания